А теперь то высказывание, которое я очень люблю у Льва Толстого. Очень люблю. Он не делает другим того, чего он не желает, чтобы ему сделать. Поэтому прежде чем что-то делать, нужно сначала остановиться и вспомнить это правильно. Я не всегда так делаю, но когда я об этом думаю, то всегда все получается. Потому что когда мы что-то делаем, мы не думаем о том, как бы мне это было. Но когда ты думаешь об этом, сразу же пропадает желание делать. Потому что то правило поведения, которое возникло у меня внутри, оно может возникнуть от сердца или от судьбы. От сердца это милость, это связь со старшими. А от судьбы это просто тебя напрягло, и ты так действуешь. Так вот, знаете, когда человек сравнивает с тем, как бы мне это было, он сравнивает это со своей собственной совестью в этот момент. Или с тем, что является истинными правилами. Истинные правила связаны с Богом. Совесть это представительство Бога в нашем сердце. Истинные правила связаны с Богом, все остальные правила выдуманы. Когда человек делает правильно что-то, он всегда сравнивает с тем, как бы для меня это было. Вот, допустим, вчера я ехал в машине, мне все говорят, какая лекция классная. Я сижу и думаю, вот я вчера наезжал на народ конкретно просто. Думаю, если бы на меня так наезжали, я бы выселил три часа. Я понял, что лекция была не очень классной. Я почувствовал это. Потому что... Но я со своей сверхдушой разговаривал, со своей совестью. У ней свое мнение об этом поводу, вас свое. Мнения разошлись. То есть идея в чем заключается? В том, что... В том, что... Этот путь без поражений. Это прямой путь. Это Конфуций сказал. Прямой путь жизни или правильная жизнь, или правильные правила поведения стоят очень близко с людьми. Делай для людей так, как бы ты хотел делать для себя. Все. Вот поставь человека, вот искренне поставь себя на его место и попробуй послушать это все. Что ты сказал, что ты сделал. Очень трудно это сделать. Но когда сделал, раз, тебе сразу правильный ответ. Как действовать в этой ситуации с этим человеком. Все. Очень легко. Но сделать это очень трудно. А потом очень легко становится понять, что делать. Вот если ты не понимаешь, что делать, поставь себя и дальше вот это все проверни. Потом очень легко понять, что дальше делать. Например, ребенок пришел со школы. Он получил два. Вы смотрите на него и говорите, ну что, двойку принес. Опять. Но прежде чем это сделать, вы можете просто поставить себя на его место. Вот он маленький ребенок. Он еще мало чего соображает вообще. Единственное, что детям нужно, это любовь. Просто любовь и все. А ради нее они готовы на все. Пятерки получать, что хочешь. И сейчас он идет с двойкой. У него есть свое понимание, почему он ее получил. Объяснение свое. Но никому это не интересно. Всем интересно только пятерки. Вот это ребенок так мыслит. И если вы вошли в его положение, вы это прокрутили. Теперь приходит ребенок, допустим, вы в этот момент, когда вы дневник взяли. Увидели двойку, все прокрутили сначала. А потом ему говорите. Закрываете дневник и говорите. Ну, расскажи, как это так все было. Вот как так вот получилось, что ты ведь хороший вроде очень. Не то, что мне там двойка, это Бог с ней с этой двойкой. Расскажи, как это все получилось. Почему тебе поставили двойку? Давай поговорим с тобой. Ну, я думал, что она меня не спросит. Ну, хорошо, ладно, Бог с ней. Думал, что не спросит. А почему ты так думал? Ну, не знаю, вот как-то мне трудно вот эти уроки учить по математике. И поэтому я думал, что она меня не спросит. Что тебе математика не нравится? Не знаю. Тебе легко уравнение решать? Очень трудно. Ты понимаешь то, что там говорится? Очень трудно понимать, плохо понимать. И почему ты не выучил тогда? Ну, потому что, когда меня заставляют математику учить, мне еще тяжелее становится. Потому что я учусь, учусь, я так устал. И потом я уже боюсь даже эти уроки делать. Что мы выяснили в этот момент? Что у этого человека нет природы с этой математикой вообще иметь дела какие-то. И надо поменьше его этим грузить вообще. Потому что его сверхдуша, его совесть направлена на другой какой-то предмет. Это не его природа. Наша задача будет вскрыть природу ребенка. Понять, куда его направить. А не понять, где его глушить. Как отбить разум у ребенка? Очень просто. Надо заставлять делать его то, где ему очень трудно жить. Вот, допустим, смотрите, у женщины в семейной жизни есть разные обязанности. Допустим, одной женщине легко готовить, тяжело стирать. Как сделать так, чтобы она вообще ничего не делала? Надо ее заставлять стирать каждый день. И она даже готовить уже не сможет потом. Как сделать так, чтобы ей все легко было делать? Надо ей помогать стирать и вдохновлять ее готовить. Говорит, мне так нравится, как ты готовишь, а стирать я тебе могу помочь. И тогда она будет и стирать, и готовить потом сама. Вот моей жене очень трудно готовить. Очень тяжело, она потеет, когда готовит. Она вкусно готовит, хорошо, но очень тяжело. Это для нее аскеза. Я подхожу, говорю, давайте помогу. Она говорит, помоги мне, так тяжело. Я беру, мою кабачок. И она видит, что плохо мою. Женщина моет намного лучше всегда кабачок. Она же смотрит внимательно, как я мою этот кабачок, смотрит. Потом улыбается, говорит, ну все, иди, я сама теперь. Ведь я запустил процесс просто. Я ничего не делал, только помыла один кабачок. Но ей уже легче готовить стало. Потому что надо просто начать было. Очень трудно было начать, и потом она начала, и все, и пошла уже сама готовить. Ну как это получилось? Я просто пошел в ее положение. Пытался понять, почему я. Пытался войти в эту ситуацию ее жизни. Почему ей так тяжело. И когда я понял, почему я вот так легко справляемся с этой ситуацией. Без проблем. Понимаете, о чем я говорю или нет? Что надо изучать эту тему. Как вот входить в положение другого человека. Как пытаться, надо настраиваться на него. Пытаться понять, как он живет, чем он живет. Потому что мы все разные. пока нет, когда нет. Такая, которая сортирована.